дорогие друзья здравствуйте меня зовут владимир гальшлин я нахожусь за операторским пультом и сейчас у нас программа радиоблог с игорем цесарским здравствуйте игорь добрый день володя добрый день уважаемые радиослушатели очередной выпуск радиоблога но прежде чем начать его я напомню что с недавних пор на ютубе открыт тв-клуб континент это такой канал в котором участвуют многие собеседники в том числе с которыми вы встречаетесь в моем радиоблоге он работает немножко на иной основе нежели радио которая позволяет нам общаться с вами целый час мы там делаем небольшие ролики 10-15 минутные но они по-своему наверно тоже интересны и я приглашаю всех тех кто хотел бы послушать что-то сверх того сверх того что мы делаем раз в неделю в рамках радиоблога а сегодня тоже один из участников того же тв-клуба континент старый добрый друг товарищ из германии александр фиц саша добрый вечер вот ну встречаясь с тобой все-таки наша аудитория наверное уже ожидает каких-то новостей интересных из германии и европы в целом ну мы с тобой предварительно разговаривали и как я понял сейчас ну некий штиль наблюдается не знаю то ли по весне то ли как трудно сказать но тем не менее вот эти все отгремели какие-то события с госпожой меркель и прочими какими-то фигурами и сейчас есть возможность поговорить еще на какие-то более мирные темы чем ваших правителях управителях и так далее и партиях и их сторонниках противниках и прочих хотел я поговорить о следующем вот в интернете встретилась мне информация про такую рок-группу под названием рамштайн они известны но я не знаю я не поклонник и не такого рода групп все-таки я к более классическому руку отношусь куда лучше но тем не менее где-то их слышал что-то мне попадалось вот но интересная вещь что вот скандал который вроде бы ну по хорошему может и не должен был быть но он тем не менее состоялся и перекинулся даже за пределы германии и вот мне бы хотелось услышать твою версию что же там происходит а потом мы уже перейдем плавно еще к одной теме которая интересует может быть в большей степени любителей спорта но так уж давай давай сначала с рок-группу все же рамштайн да значит рамштайн это рок-группа она организовалась где-то в начале 90-х годов берлине 4 гдр-овских немца 4 парня они родились где-то в 60-е годы 63 64 65 и вот они сделали эту группу парни левых взглядов ну это они у них такой хард-рок или как говорят готик металл это такая немецкая немецкая группа чисто немецкая группа потому что если взять французскую рок-группу то у нее все равно будут какие-то кружева взять англичан у них будет какая-то распевность русские без обиды у них они не тянут и вдруг значит они пели пели очень пользовались огромным успехом в россии вдруг выдает композицию неожиданно дойчлан германия все стали слушать это девять минут где-то слушать до девять минут да они еще чем отличается эта группа у нее там пиротехника световые эффекты там маршинки там животные слоны верблюды все летит ракеты это вообще им присуще этим ребятам и вдруг они дойчланд это это потрясло это потрясло всех почему они в девять минут умудрились рассказать историю германии всю историю она история она полна всяких символов аллюзий мощная музыка мощные световые эффекты а текст убойный совершенно убойный текст текст о чем он значит что а забегая вперед скажу когда их стали потом пытать кто автор слов мы все мы да и эта группа не меняется все эти годы она один и тот же состав и вот они испытывают автор как поет и нужно слушать так рассказывать же невозможно смешанные чувства от яростной яростной ненависти к германию он испытывает яростную ненависть до страстной любви вот он в каждой фразе страстная ненависть и и страшная любовь и начинается все это две тысячи лет тому назад когда там ничего чуть ли не в шкурах и до сегодняшнего дня а германию олицетворять кто такая германия это некритянская девушка пардон я забыл с какой аудитории нельзя такие слова говорить темнокожая девушка руби коми она и есть германия и это это она образ она значит вся вот эта композиция и вот это руби коми она и есть германия уже интересно уже интересно да а это так это культовая группа и в первые дни там она появилась ну не знаю когда это вот днями там три недели 40 миллионов просмотров заблокировали ее вдруг взяли ее и заблокировали ютубе заблокировано значит пошли ну пошли жалобы какие-то естественно а мы что в демократическом государстве ничего не предъявлено а на что жалобы как ты думаешь жалобы на все так лично мне это не жалоба меня что в ней потрясло это будущее буду они же поют рассказывают не только о прошлом там не прошлым там и гдр там и нацистские концлагеря там и когда они бились с римлянами там где-то в тефтонском лесу или в каком-то лесу там сражались и теперь будущее а будущее весьма и весьма так такое будущее ну как я понял я может быть я ошибаюсь что приехали ребята все нету германии будущего а скажи пожалуйста как я понял по публикациям к сожалению вот я не могу похвастать тем что слушал поэтому мне тяжело как-то комментировать что я не слышал но я краем глаза прочел несколько каких-то информаций в интернете и получается такая вещь что что судя по всему всяк обиделся на них по-своему то есть да все обиделись даже евреи на них обиделись даже евреи обиделись ну понятно за что евреи обиделись вот интересно трудно сказать ну там показывают концлагерь а везде главные герои вот эти ребята которые исполнители и показывают концлагерь стоят четыре стула на стульях они в этой робе арестантской концентной как концентной и у каждого нашивка на рукаве да вот там я не помню какой-то квадратик у кого это кружочек у иудея звездочка вот они стоят ждут и всех их значит выбивают стулья и все там значит этот социал-демократ как я понял иудей ну еще двое кто-то тоже там не помню может быть гомосексуалист может быть этот цыган в нашем четыре категории подлежало уничтожению ну подлежало уничтожению вот четверо ага ну и как я понял может быть я ошибаюсь евреи ну не все ну понятно обиделись что вот они вроде такие же как те да ну каждый обиделся каждый очень хороший кстати Артемий Троицкий об этом рассказал Артемий Троицкий очень он профессионально и четко все это потому что в России она обсуждается со страшной силой а первым молчок понятно а что обиделись теперь немцы ну и русские допустим немцы обиделись за свое будущее а то есть не поверили что так будет допустим и понимаешь они вот обиделись а на что обиделись не могут сказать вот обиделись а они к ребятам обратились к этим да они говорят к ним пришли так вот объясните нам они говорят все что мы хотели сказать мы сказали точка а вот объясните Объяснять не будем. Хорошо, а русские на что обиделись? Русские страшно обиделись. Но Артемий Троицкий не обиделся. Не, ну понятно. Ну а на что? Было сказано конкретно? У них же все вот так как-то... А, русские обиделись на то, что у них там есть строфа. Дочь от дочери отобирались. Только они не так ее произнесли. Не превыше, а головнее. Главнее для... Главнее. Они исполняли ее не в конце, а в середине, когда это была актуальна. Песня 19 века, совершенно безобидная изначально. Потом она была... Гимн. Это известно. Если эта строка в определенном... То есть, когда они показывают определенное время именно нацизма, то это понятно, что... Да. Там еще и хомикеры они показывают. И ее присутствие. Хорошо. Ну, в общем, на самом деле, я думаю, что группа только выгадала с этого скандала, потому что... Народ очень любит, когда скандал, значит, пойти посмотреть, из-за чего же там скандал. Они такие глупые. Вместо того, чтобы сделать... Ну, предъявить им ничего невозможно, потому что они все это осуждают. Причем осуждают искренне. Они искренне осуждают. Я понимаю. Поэтому их... И до этого они осуждали в предыдущих своих работах. Поэтому... Саш, как я понял, из примет современности они... То есть, у тебя это, по крайней мере, не прозвучало. То есть, там нету, скажем так, мусульманского нашествия из... Вот... Учитывая... Оно есть. Есть тоже. Конечно. Оно угадывается. Я его увидел. то есть, вот это, что у Германии нет будущего, это вот... Да, вот главное, что... Что было это до того, все эти... Все исторические части, они прошли по ним, зафиксировали. Период ГДР, период нации. Они зафиксировали и дали оценку. А мы... Будущее... А мы... Будущее... все под вопросом. Хорошо. А там же они показывают еще рождаемость, что немцы не рожают. Ну, так есть кому рожать. Вот принимайте... А эти рожают. А они вам рожят столько, сколько... У нас же здесь, ты знаешь, это одна тетенька, учитель, она выступила, сказала, вообще прекратить надо рожать. Тут у нас атмосфера портится страшно. Прекратить рожать. Хватит рожать. А немцам не надо? Нет, не надо немцам рожать. Она сама немка, холодильная такая, сисястая, попастая, а рожать не хочет. А мигрантам можно? Да. Они атмосферу никак, да, не портят? Нет, они не портят. Это интересная мысль, вот это я впервые такое слышу. Она не говорит, но это такая вот идея. Ну, я понимаю, идей у этой публики более чем достаточно. Ну, хорошо, такой культ просвет ты небольшой сделал. Я, по крайней мере, понятно, почему закрыли это дело. Хотя непонятно, почему допустили такое безобразие, что 40 миллионов прослушало. 40 с лишним, 40 с лишним. И из них полтора миллиона поставила нравиться. Я понимаю. Ну, значит, это большое упущение. И я думаю, что с теми, кто на Ютубе такое допустил, разберутся. Хорошо. Расскажи теперь, пока мы еще не уходим на перерыв, расскажи теперь, пожалуйста, что же происходит там в футболе, к которому ты очень... Вот, наконец-то мы подошли к самой моей любимой теме. Давай. Потому что всю эту политику я ее не люблю. Ну, я не люблю. Ну, глаголи, что не... Я люблю. Футбол я люблю, Игорь. И вот у каждой страны не мне тебе рассказывают, ты сам спортсмен, сын у тебя спортсмен, и вообще все вы спортсмены, что у каждой страны есть культовый битспорт. У России это хоккей, у Финляндии хоккей, у Прибалтики баскетбол, у Израиля баскетбол, как я понимаю, а у Бразилии и Германии футбол. Ну, футбол, это трудно поверить, но они такие... Все думают только о футболе. И вот, значит, Германия всех там имеет чемпион. Гарри Гильникер сказал, что футбол играет, все выигрывают немцы, но это известная фраза и так далее, и так далее. И вдруг начинается ситуация с Блаттером. Помнишь это? Это, по-моему, 15-й год. Блаттер – это президент ФИФА. ФИФА, да, он швейцарец. И вот его стали обвинять, нужно его выгнать было за что-то, я уже забыл, за что говорили заодно. Коррупцию, как всегда, за что же было? Коррупция, коррупционер. Потому что его выгнали. А немцы, они же послушные народы. Они тоже думают, так, Блаттера выгнали, а мы, нам тоже нужно своего выгнать. А там тогда был этот, Вольфа, нет, сначала они взялись за Франца Бекенбауэра. А Франц Бекенбауэр это икона. Это честнейший человек. Он привел сюда чемпионат мира по футболу в Германии. Вот ты, значит, давал взятки. Или брал. Он говорит, да, я об этом написал. Конечно, там 4 или 5 страны, ну, там размера 150 человек живет, но у них федеральная футбола. Они живут на этом, все, весь мир знает. Кто больше даст, они за того голосуют. Ну да, это факт. А вот он дал. Он говорит, ну, конечно, дал. А как же им не дать? Им все дали, и я дал. И вот это прошло, мы прошли по ведомости, все, все, все. То есть официально мы взятка зафиксирована. Ну, это по-другому называлось, наверняка. Немцы опять, ну, господи, ну, нам не было. Взятка, наверное, не было, наверное, там, помощь в развитии футбола. Да, развитие футбола. Тогда она, такой, Нирсбах был у нас, президент федерации футбола, Вольфон, по-моему. Они его раз и сняли за что-то. Корруль. Вот он не проследил, не проследил, бесстыдник за Францем. Дали взятку, все, выгнали его. А кого поставить? Стали думать, нет, футболиста нельзя, потому что, если футболист, он уже знает футбол, все эти ходы-выходы, коррупционер. А у нас, как и в Советском Союзе, есть такая категория людей, которых сегодня можно поставить на дубление, Кош, завтра до воспитания подрастающего поколения, послезавтра министром обороны, и нашли такого вот у нас паренька по фамилии, ну, не паренек он, твоего возраста, Гриндель, Гриндель Райнхард. Он из города Гамбурга, и в юности, он даже в футбол играл в юношеской команде какой-то там. Ну, как я. Я тоже играл в юношеской команде в Ташкентской области. Как-либо быть, я мог бы быть. Но он не стал. Не стал, а он стал. Всего лишь писатель-журналист, ну, понятно. Все, слушай, теперь подходим к самому главному. И все, стал, немцы неплохо играют, тренирует Лев, которого я не очень долюбливаю, и едут они в Россию, где проваливаются с таким ужасающим треском. Да. В прошлом году. Да. Ужас. Последнее из самых последних мест. Да. Но накануне вот этот самый Гриндель заключил, продлил трудовое соглашение с тренером, главным тренером, с Левом, до 22-го года. Все испанцы, бразильцы, французы, французы говорят своему тренеру в прессе, если ты пропадешь в финал, это еще не означает, что мы тебя оставим, только первое место. Первого не будет, выгоним. А наш уже вылетел, хоть бы что, возвращаются, все болельщики ждут, а его не увольняют. А почему? А потому что, если его уволить, то нужно тут же выгонять Гринделя, председателя Федерации Футбола Германии. Нельзя. Хорошо. Тут новый Кубок Наций. Немцы играют, естественно, в самой лучшей группе, там, французы и голландцы и занимают снова тренером. Последнее место. Но тут болельщики уже все в бешенстве. Ревут телевидение молчит, что-то там мяукает газеты, мяукает, а болельщики ревут. А эти мяукают, мяукают, Гриндер, ходит улыбка, у него такая вот физиономия, рот до ушей, все доволен. А почему? Потому что наш Лев, главный тренер, получал огромнейшие деньги. Что-то около 4 миллионов евро. Плюс это зарплата, а плюс всякие бонусы, шмот. там что-то заоблачное. Нельзя его увольнять. Уволишь его, а деньги ему все равно нужно платить. Увольный контракт. У нас европейские законы. Нет, там не было сказано, что в случае там... нет, нет. То есть юристы, Лева, очень правильный контракт сошли. Он сидит такой, доволен весь из себя. И тут они думают, ну ничего, сейчас мы сделаем. И естественно обратились за помощью к Украине. Вот так. Вдруг выясняется, что Гринде взял подарок от товарища Суркиса Гриши, который возглавляет там что-то в футболе что-то и бизнесмены и т.д. и т.п. Часы за 6 тысяч евро. Пришел наилдый гражданин на работу. Я говорю, вот смотрите, а у меня часы. Вот мне Суркис подарил. Хорошие, красивые. Я уверяю тебе, когда об этом узнали в России, там все валялись, даже несколько травм было, потому что получить часы за 6 тысяч евро это такой позор. Там за 60 мало кто носит. Ты понимаешь? А эту купился. И тут же опа, а ты почему не внес их в декларацию, а почему-то не отчитался и т.д. и т.п. Стали раскручивать, а он еще наивный человек, где-то 40 тысяч еще где-то получил, ну, как председатель федерации футбола, вот если он приедет, допустим, на какое-то открытие, мероприятие, ему платят деньги. Там перережут ляточку, платят деньги. А, ну, понятно, за участие. Да, 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 он тоже это не отчитался, и его стреском выгнали. Теперь все ждут, кто станет председателем федерации. Есть несколько претендентов, не знаю, предложили Леву, это бывший капитан сборной, ой, Леву, Ламову, Филиппу Ламову. Он оказался, потому что он очень жесткий, потому что теперь болельщики все затаились и ждут, когда придет и выгонит главного тренера сборной, главного выгонит, и станет нормальный футболист, нормальный, и опять Германия поднимется. Вот, сборная. Что касается клубов, это другая история. Клубов у нас тоже здесь непросто. Ну, хорошо, с клубами может быть послушаем уже после перерыва, а может быть еще какие-то у нас найдутся интересные темы, но сейчас мы послушаем несколько минут очень важное рекламное объявление, потом вернемся, и если у наших слушателей будут вопросы, то мы с удовольствием их примем. Спасибо.